Сбоку пуши, по пустках, рухалась некая темная масса, довольно великая и рухавая. Я долгий час не мог догадаться, что это такое. А сляя подшел дробный и ровный пошчак копыта. Шама сел верос. Пасляусе сникла, масса, видать, спустилась в некую лохчину, а коли завелась знов, пошчак взмолк. И она имчала себя згучно, быцем плыла у паветры. Рабилася усу ближай и ближай. Паслязь рабилася больше, видать, звернула из мест головы, показала мне бок. Я шеферина, я аж надауся наперед. В хвалях слабого, празрыстого туману, ясно вмалевывалися силуэты конников, яки имчали с шаленым наметом, аж конские грыбы веяли на ветры. Я почал лечить их и налечил двадцать. Двадцать перший скакал напереде. Я еще сумнявался, кали ветер принес однеколь далекий водку к поляу нижего рога. Холодный сухий мороз пройшел по моей спине. Як велично, як хороше стоять я ним, нибудь володный спылин. Узносят шапки стромких вершалин у вышиню прозрыстую небес. Сад полнится спокоем, тишиней, ничуваным хороством. И вея от земли духмяною и с чодрой теплой ньёй. Я ще и зараз, я часам бачу у сне сивые веросовые пустки. Чезлую траву на поверхні прорвал. И дикое полявання короля стаха, якое скача под рыгле. Небразгую цугли, маучки сядять у сёдлах промыя по стати конников. Ветер развейва их волосы, плащи, грывы коней. И самотная зорка гарыць над ихними головами. У жахливым маучанні шалёна скача над землёй. Дикое полявання короля стаха. Я прачынаюся і думаю, што не прайшоў ягоны час. Пакуль ёсць темра, голод, нерунапраўе і тёмны жах на землі. Яно символ усягогэтага. Хаваючыся напалову тумані і мчыць над змрочной землёй. Дикое полявання. Тем раздушыла ціплынё скрипічных танов. Калі двоя навек разлучыліся, то не треба пяшчоты і слов. Яна была добрым чалавекам, і мы прожыли, як у кастцы. Долга, счастлива, а коль не померны. Але хопець надрываць вам сэрца смутными словами. Я ж казал, старасць моя, радасць моя. Лепе і распавем вам штось далёких, з маладых мае год. Тут ў мене патрабуюць, каб я сваим апавяданням скончуў сказ про рот Яновскіх. І яго занепад про вымарачныць беларускай шляхты. Відаць, трэба зробіць гэта мне посаправды, якая ж атрымліваецца історія без конца. До таго ж, яна близка датычыць мені. І распавесці про гэта ўжа ніхто не можа. Толькі я. А вам цікава будзе паслухаць гэту дзівную історію. І пасля сказаць, што гэта вельві падобна да выдумкі. Дык вось. Перад пачаткам я скажу, што тут прауда, шчырая прауда. Толькі прауда. Хоць вам давядзецца паклястіся ў гэтым. Толькі на адно маё слово. Я не магу да па махчывам сёння. Пакуль сонцца зяло над грешной землёй. А ле я шей і зараз я часам бачу ў сне сівыя верасовыя пустки. Чезлую траву на поверхні прорву і дікае палявання краля стаха, яко я скача падрює. Ні бразгає цуглі, мовчкі сядзець ў сёдлах прамыя по статі коннікава. Ветір развеява іх волосы, плащи, рывы коней і самотная острая зорка гарыць над іхніми галавані. У жахлівым мовчанні шалено скача над землёй дікае палявання краля стаха. Я прачынаюся і думаю, што не прайшоў я воны час пакуль ё стемра, голад неравнапраўя і цёмны жах на землі. Яно символ ўсяго гэтага, хаваючыся на палову ў тумані і мчыць над змрочной землёй дікае палявання.